Девушки отдыхают Добрый день! С вами православный календарь. Программа Якутской епархии. Сегодня в нашем выпуске. В Якутской епархии завершается работа над одним из самых масштабных проектов, исследующих русский мир Якутии. Идем в храм. На вопросы телезрителей отвечает священник. Празднование Божьей Матери в честь иконы ее «Взыскание погибших». Икона Божьей Матери «Взыскание погибших» – это возвращение потерявшего всякую надежду человека к жизни. Название иконы Богородицы пришло из повести о покаянии Феофила в ограде Адане, написанной еще в VII веке. В ней рассказывается о церковном экономе, который из-за произошедших с ним неприятностей пошел против Бога, но позднее раскаялся и упросил Богоматерь спасти его погибающую душу. В России это произведение, в котором Пречистое впервые названо «Взыскательницей погибших», получило известность в XVII веке. В Якутии завершается работа над одним из самых масштабных проектов, исследующих русский мир Якутии. Согласно переписи населения, в республике проживают представители более 120 национальностей, Эти земли стали частью Российской империи в XVII веке. Русские активно осваивали новые территории, шли по рекам и морям, и сегодня их потомки живут на самом краю России. Якутские поморы, русскоустинцы, пахачань. В рамках проекта снята серия фильмов о этих героических людях. Сами они приняли участие в съемках и обозначили важность такой работы. Мы должны знать все свои границы и все свои народы, я так считаю. Мы же тоже интересуемся, кто живет на Карском море, на побережье, кто живет в Фенском заливе и так далее. То есть мы такие же россияне, как все остальные, и мы считаем, что, конечно, нас тоже должны знать. Русский субэтнос потомки имщиков государевых появился на берегах Лены по Иркутско-якутскому почтовому тракту. В XVIII веке его заселяли русскими крестьянами для занятия имщицким делом. Спустя века их потомки уже утратили славянскую внешность, но бережно хранят традиции фольклор и русскую душу. От бабушек своих мы взяли песни, например, от моей себе крови. Деревенские бабушки очень хорошо пели. Фильмы презентованы в якутской Москве. Сами герои и зрители оценили работу. Я обычно такие вещи называю богоугодными, потому что действительно это настоящий фильм, где показывается душа, наша имщицкая душа. Потому что мы, имщики, привезли вот эту русскую культуру, наши предки привезли русскую культуру, которая сейчас поднимается на новый уровень. Русские люди принесли на эти земли веру православную. Инородцы охотно крестились и становились частью многонационального народа России. Проект «Малые этносы большой страны» рассказывает о великой роли православия в объединении народов и формировании Российской империи. Мы сейчас тоже возвращаемся к вере. К вере наших предков, которые были сосланы в Якутию. И именно вот этот период, до 2000 года начиная, мы стали ходить в церковь. Мы стали отмечать православные праздники. И это как-то нам очень приятно. Это как-то нас одухотворяет. И то, что фильм сняли именно православные, именно спас. И поэтому мне кажется, что это очень нужно и важно. Команда проекта посетила самые отдаленные уголки Якутии. В составе священники, ученые и съемочная группа. Новости якутской епархии в сети интернет. Архиепископ Якутский Ирлянский Роман выступил с докладом на Всероссийской научно-богословской конференции в Екатеринбурге с докладом «Современная миссионерская работа в Якутской епархии» наследники святителя Иннокентия Вениаминова. Приход апостола Матвея, поселка Усть-Майя и районные социальные службы планируются местные проекты. Социальный отдел Якутской епархии оказывает адресную помощь нуждающимся. правякутия.ру Все новости Якутской епархии в режиме онлайн. Идем в храм. Самая любимая рубрика нашей телепередачи. Существует ли учение о сатане? В православной церкви не существует учения о сатане, есть то же самое, как и о бесах. Есть понимание, какие-то указания из Священного Писания. Есть конкретные указания о том, что сатана так же всегда действует на человека. Самое главное, что мы видим, это в Евангелии, когда Господь, придя, покрестившись, приняв крещение на реке Иордан от Иоанна Крестителя, пророка, он уходит в пустыню и там борется, там пастится в течение сорока дней и борется с сатаной, с дьяволом. Он искушает его всячески, пытаясь соблазнить, видя, что Господь по-человечески хочет кушать, он соблазняет его, говоря, преврати эти камни в хлеб и насыть, насыться. Вот так искушает дьявол, на самое больное всегда давит, что Господь отвергает. Далее дьявол ему показывает весь мир, всю власть в мире и говорит, если ты поклонишься мне, я тебе дам это все. Господь говорил, только одному Богу следует поклоняться, одному ему служить. И так же дьявол прельщал Иисуса Христа, возведя его на самое высокое место, говоря, бросься отсюда вниз. И ангелы, ведь заповедано, что ангелы возьмут тебя, понесут на руках. Слова из 90-го псалма. И Господь так же отверг это предложение, говоря, отойди от меня, сатана. То есть дьявол, он всегда действует в жизни человека. Я Игумене Архилая. Прочту апостол Коринфянам послание. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не разражается, не мыслит зла. Не радуется не правде, а срадуется истине. Все покрывает всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, когда же лицем к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывает сие три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. С вами был православный календарь и Анжелика Тупицына. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин